Мастер, здравствуйте. Благодарю всем сердцем. Благодарю вам безмерно. Есть вопрос по поводу небеса, про которые говорится. Пролейте свет, пожалуйста, на осознавание небеса, вот этот свет, который источник, из которого все и который все. Бог, источник, который творец. Как это творение происходит и что значит Бог. Получается, он творец, в котором происходит это творение, и он за пределами творения. Как это происходит? Так же, как на экране происходит фильм. Так же творение происходит в сознании. Так же, как экран не затронут тем фильмом, который на нем происходит. Так же, сознание не затронуто тем творением, которое в нем происходит. поэтому мастер говорит вам «Ра, растворитесь во мне». То есть, «Ра творит во мне». А небеса — это небесы. Небесы. Безмолвие. Безмыслие. Которое осознается прямо сейчас. А что значит Бог за пределами творения? То есть, значит… Как наблюдает за своим творением? Дело в том, что творение — это вот то видение, которое видится в сознании. Ну, то, что вы… То, чем вы ослепляетесь и принимаете это за объективный мир. Вот. Вот скажи, пожалуйста, экран, на котором идет фильм, он за пределами того, что происходит на экране? он как-то вовлечен в это или нет? Что? Он вообще не в курсе даже, что там происходит. у mira понимаешь? Но при этом он позволяет само этому происходить как в видению. И необусловленное восприятие как раз и позволяет вам видеть глазами Бога все то, что происходит. А оно какое тогда все то, что происходит? Никакое. Никакое. И оно все творится само, да? Конечно. Конечно. Знаешь, вот когда ты капнешь краску в аквариум, например, она начинает там всячески разливаться. Да? С ума? Благотворение. И вот эти импульсы, которые куда-то движутся, и вроде бы, да, то есть они тоже сами по себе происходят. Конечно. Приходят, уходят, появляются, возникают якобы, да? Конечно. Скажи, а вода за пределами краски этой в аквариуме? С ума с нами. А вода за пределами краски. А вода за пределами краски. Продолжение следует...